танк очень похожий на немецкий тигр времен второй мировой войны пересекает лужайку в киевской области наводит орудия и стреляет это не учение и не историческая реконструкция так создается современное искусство вот это полуавтоматическая винтовка глок в израиле тоже на ваших глазах создает художественное произведение а место похожее на тир на самом деле мастерская меня зовут давид ройтман я использую снайперскую винтовку для создания произведений до недавнего времени художник давид ройтман занимался именно войной он 20 лет прослужил снайпером в израильской армии выйдя в запас столкнулся с депрессией как он сам рассказывает ему понадобилась некая терапия он задумался что умеет делать лучше всего оказалось что стрелять так почему бы не использовать свой опыт для создания чего-то они для разрушения мой посыл состоит в том что когда власти посылают мальчишек служить и защищать свою страну им нужно помнить о том что однажды эти ребята вернутся и им понадобится поддержка помощь возвращение к нормальной жизни таким воинственным образом давид на самом деле призывает к миру еще до стрельбы на полотна он наклеивает буквы из которых после нанесения краски составляет пацифистские послания на иврите английском и русском языках а выбор цветов отражает отношение художника корабль израильскому урегулированию в своем творчестве давид ройтман не забывает и о проблемах родной украины с помощью орудия немецкого танка он создал серию картин отражающих ситуацию в этой стране некоторые из них правда получили слишком большой урон в процессе эти произведения символизируют что нам лишь обещают мир но на самом деле никакого мира нет поэтому мы решили использовать танк согласитесь есть некая ирония в том что мы используем орудия войны ради мира у 42-летнего израильтянина появились уже поклонники по словам давида 20 его картин нашли покупателей цена от пяти до десяти тысяч долларов за штуку